МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «В круге света». Я, Светлана Сорокина, сегодня веду эту программу. Мой напарник, коллега Юрика Баладзе, накануне 8 марта уехал, оставив меня одну. Но ничего, у меня сегодня двое замечательных собеседников. Сейчас я вам их представлю. Это Андрей Кончаловский, режиссер, народный артист России. Хватит представления? Хватит, да? Здравствуйте. И Виктор Ерофеев, писатель. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Мы в прошлый раз встречались с вами неделю назад. Это было еще перед выборами. Вот выборы прошли. Логично сверить впечатления, посмотреть немножко вперед. Я сразу напомню вам номер для смс-сообщения 985-970-4545. Присылайте их. Будем смотреть ваши вопросы и реплики. Итак, назвала я эту программу. Сегодняшний путь Путин победил. Что дальше? Я, кстати говоря, пригласила вот этих моих собеседников, замечательных, именно не для того, чтобы какие-то конкретные действия власти и оппозиции в будущем обсудить, а вообще поразмышлять о нас и о том, чего нам от нас самих в первую очередь ожидать в ближайшем будущем. Ну и так, ну вот, чего хотела начать. Вот Андрей Сергеевич, наверное, привлек многих внимание именно таким одним из своих последних блогов, видеоблогов, где говорил ужаснись сам себе. Масштаб трагедии России, да? И многих почему-то удивило дальнейшее, что вы проголосовали за Путина. Объяснитесь? Ну, все просто. Я предпочитаю выбирать между возможным и невозможным, чем между желательным и нежелательным. Мне кажется, что просто Путин единственный человек сегодня, который, во-первых, он выиграет и без меня выиграет, а во-вторых, потому что, поскольку он все равно выиграет, то, значит, требовать невозможного бесполезно, потому что сегодня еще нет ни у позиции конструктивной никакой мысли, ни такого лидера, который был бы в состоянии, даже придя к власти, даже придя к власти чудом, хотя это невозможно, справиться с той системой, которая сегодня сформировалась. Справиться с ней. Просто потому что эта система сверху донизу криминализирована, в принципе, и она будет сопротивляться смертельно для того, чтобы ее реформировать. Если ее может кто-то сегодня реформировать, может. Это может только сделать сегодня Путин, я считаю. Другой вопрос. Хочет ли он? И если он не хочет, то тогда, ну, я думаю, что он гибкий политик. Хочет ли он? А даже если он не хочет, то давление снизу, и вот социализация интернета и прочее заставит его, на мой взгляд, пока, у меня надежда, что заставит его быть более гибким и слушать, ну, прислушиваться, во всяком случае, к той реальности, которая шумит за дверями его кабинета. Виктор, я ваших настроений в последнее время не знаю, хотелось бы услышать. Давно не виделись. Вот как эта зима и эти последние дни прошли? В какое настроение? Ну, выборы никаких сюрпризов не принесли. Все было очевидно, что выиграет Путин. Можно было их провести более честно. Половина России теперь будет считать, что они нелегитимны, а половина, что легитимны. И получается раскол. Этот раскол надо преодолеть, потому что страна повзрослела, и она готова обсуждать проблемы серьезно. То есть мы сегодня уже в другой стране. Это очень важно. Это не то, что мы вот в декабре оказались в новой России, а потом все это ушло под лед. Мы в новой стране, и Андрон правильно говорит, что есть давление интернета, и чтобы развивать и поддерживать это давление, так необходимое для России, мне кажется, что должна быть крепкая, сильная, организованная и конструктивная оппозиция. Поэтому я голосовал за Прохоров. Я был в его, как это называется, общественном совете, доверенным лицом. И надо сказать, что за последние два месяца Михаил Дмитриевич сильно вырос, окреп. Да уж еще. Да, вырос умом и сердцем, и, кажется, понял, что эти проблемы, которые стоят перед ним, это не просто проблемы самовдвижения, но это проблемы, которые стоят перед Россией. И в этом смысле я не вижу принципиальной такой вот разницы между тем, что говорит Андрон, и что говорю я. То есть я не хочу спорить, потому что действительно с этой системой оппозиции одной не справится. Но с этой системой и власти самой нельзя справиться. Тут должен быть диалог. Я часто приезжаю в Варшаву, и, вы знаете, я обедаю или ужинаю там с двумя людьми, с Ерузельским и Михником. Ерузельский ненавидел Михника и говорил о том, что он не сядет никогда с ним за стол в переговорах. А сейчас вот ужинают вместе, и Польша, надо сказать, все-таки при всем том, что прошла тоже через тяжелый период, в общем, страна мирная и свободная. Я считаю, что мы, конечно, запоздали, нас никто политике не учил, наоборот, нас приглашали не учиться политике, но мы как-то сами стали учиться, и все говорят об этом. Вот я сегодня стригся, так случилось, не для этой специальной программы, но стригся. И, вы знаете, вот мой прихмарк, который обычно говорит о чем-то. Спасибо, спасибо, Андрюк. Я оцениваю свои слова. Говорили про политику, говорили разные люди. Мне кажется, что оппозиция теперь не просто интеллигенция, которая всегда, ну что, был в Метрополе, я всегда был в оппозиции, а это уже люди, которые просто на своих рабочих местах понимают, что надо что-то делать. У Путина нет идейных союзников, это люди, которые от него зависят. У него не может быть идейных союзников, потому что у него нет идеи. У этих людей есть идеи, это общечеловеческие ценности. Это не человек для государства, который озвучивается постоянно властью, хотя при этом государство – это маленькое количество людей, которые занимаются своими делами. Как они занимаются, мы тоже знаем. А это все-таки власть для человека. И это нормально в разных странах, у кого лучше получается, у кого хуже. Но если мы перейдем этот рубиком и скажем, что наша власть должна помогать людям жить, а не наоборот, если не будем размахивать военно-патриотическими флагами и не будем воевать вообще в войну, в игрушку войны, то я думаю, что Россия уже сейчас действительно сложилась, окрепла и превратилась в страну, которая достойна политического уважения. Так можно ее всегда было за культуру, за антрону уважать, за огромное количество людей, которые сделали культуру культурой. Но сейчас можно уважать за тех людей, которые действительно… Я был дважды, сам пришел, потом приходили мы с женой на участки, народ шел ломом, шел, хотел голосовать, хотел выразить свою позицию. И просто я первый раз после митинга на Сахаро, первый раз именно на участке подумал, боже мой, мы живем среди нормальных людей. Иллюзии. Вот, я хотела как рассказать. Мне кажется, я не могу разделить с тобой. Что другое мнение. Ну, во-первых, что страна другая. К сожалению, хотелось бы согласиться, но не могу. Страна, мне кажется, осталась та же самая. Та волна, которая идет в очень крупной стране, которая называется Москва, где, прости меня, живет 19 миллионов человек, 100 тысяч, да 200. Это ничего. А в стране 43 миллиона, даже если ты возьмешь, ну, будет сейчас 2 миллиона, так сказать, социально сознательных людей, это ничего, просто ничего. Я думаю, что Путина есть, и я с тобой не согласен. На него, если она может быть наивна, и он, безусловно, хочет эту, он хочет эту страну сделать, процветающей, только он не может понять, что либеральные реформы, согласно Столыпину, надо проводить при ужесточении режима. А тут произошла такая либеральная среда, в которой коррупция расцвела, он вообще недостаточно жесток по отношению к тому, как нарушается закон. И, знаешь, в России, как Леонтьев говорил, что Россия, если ее не подмораживать, она гниет. Вот она сгнила к чертовой матери, потому что ее абсолютно распустили властные структуры. Что говоря, теперь о Польше. Треш замечательно сказал, Боже мой, ну, Витя, ну, ты-то знаешь. Причем, возьми Латвию, возьми Эстонию. Это другие страны, это католические страны с европейским сознанием, где была буржуазия. В Польше была буржуазия, это была буржуазная страна. В России ее никогда не было, буржуазия вообще. Россия страна крепостных людей. Тут нету той менталии. В Польше деньги так не воруют, как у нас. Там местные советы самоуправляются. Это другая страна, это европейская страна. Пускай она бедная, но она европейская Россия. В этом смысле православная страна, она ближе всего к Греции и к мусульманскому миру. Что касается, вот, другая еще. К сожалению, ты понимаешь, сегодня, вот если ты увидишь, ведь это же не случайно, Путин просто выиграл. предположим, даже там, вообще, если вдуматься, ну где, как на базаре, люди пытаются, государство пытается уличить, значит, диссидентов, что они жулики, а эти ловят, что, где это еще возможно, в какой европейской стране, буду смотреть, что они этого украли, здесь 14, как чичиков, это абсолютно, поэтому мне кажется, что, к сожалению, слишком маленькая часть фракции нашей думающих людей, будем их называть так, для них государство является объектом, но для большинства народа государство абсолютно трансцендентно, им абсолютно безразили, они проголосовали за Путина, а кого еще, и ушли домой, и больше они вообще не думают, для них государство, как в Африке, государство само по себе, народ сам по себе, у нас же, а вот люди, которые сказали, мы хотим принять участие в управлении государством, вышли на площади, но колоссальная масса непродремавшаяся нашего народа, для которой государство просто не существует, они даже не знают, оставьте нас в покое, вот и все, и, к сожалению, ты понимаешь, мне как человеку, который написал энциклопедию русской души, за которую меня вообще уже, не знаю, сколько лет хотят куда-то тащить, мне, конечно, трудно отстаивать такие светлые принципы российского народа, но я хочу, это трудно, трудно, мы как-то даже меняемся несколько позиций, ты совсем не верующий, а я вот немножко начинаю быть верующим, да, Андрон, я понимаю, вообще даже в этом есть некоторый парадокс, потому что обычно так вот, мы с Андроном давно знакомы, он всегда более, 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 так сказать, лоялен по отношению незрелости нашего народа, а я менее лоялен, но сейчас, я даже думаю, что не будем менять позиции, потому что, конечно, есть очень много откликпостничества, и Леонтьев прав, и вообще мне Леонтьев симпатичен, и вообще консерватизм русский, в нем есть тоже много сил и возможностей, но дело в том, что это был идейный консерватизм, когда Константин Леонтьев говорил, что давайте подморозим, чтобы не воняла Россия, это он беспокоился по поводу того, чтобы действительно мы сохранили те самые, то самое достоинство, те самые позиции органической России, в которых было много хорошего, теперь же, почему, и так она, заморозили воняет, не заморозили воняет, все равно поняли. Что заморозили? Ничего не заморозили. Подморозили, подморозили. 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 Ну какой подморозили? Сидим, вот мы сидим и хаем. Нет, мы не хаем, я вообще молчу. Нет, мы можем спокойно хаять. И, ты понимаешь... В отдельных местах. Да нет, ну, нет. Знаете, Сергей, в отдельных случаях. Нет, хаять можно везде, только другой вопрос, что те, кто находится в других местах, не решаются хаять, но для этого они и находятся во власти. Но я сейчас говорю, в принципе, хаять можно на любой площади. И вообще, можно уехать к чертовой матери. Вспомни, что такое. Да я прекрасно понимаю. Ну вот. Андрей Сергеевич, я единственное... Можно перебью только? Я хотела вот что сказать. Тут есть немножко какая-то нелогичность. Последние 12 лет тот же Путин, да, находится у власти. И надо сказать, что в 90-е он тоже без дела не сидел, он тоже во все участвовал, либо в Петербурге, либо здесь, на довольно высоких должностях. В какие высокие там сидел? Ну, в конце 90-х он уже был главой ФСБ, а перед этим у Собчака и тоже не на последних ролях. Я хочу сказать, что у него было уже достаточно времени на самых высоких постах для того, чтобы считать, что есть его доля участия в той ситуации, которая имеется вот на данный момент, когда на самих себя надо посмотреть и ужаснуться. Или что? Его не было? Он только сейчас пришел? Вы знаете, я не согласен с вами. То есть в том смысле, что, конечно. Ну, знаете, во-первых, власть, в принципе, изолирована в России. Она имеет такую мистическую силу, о которой ты часто говоришь. Чем выше поднимаешься вы по этажам, тем меньше становишься в росте. И двери вырастают. И все, кто ходит в кабинет к Путину или к Медведеву, вот такие гномики идут. А пока, чем больше он спускается вниз к машине садится в свое синее ведерко, он становится гигантским. Это ничего нельзя поделать. Это замыкавки, да. Да, это Россия. Я убежден, что Путин очень много сделал впервые в свой срок. Страна просто разваливалась к чертовой, вообще просто разваливалась к чертовой матери. Почему же в такое ощущение, что именно он прямо спаситель, а без него ничего не произошло? Что же за... Нет, отдайте себе, отдайте себе, все-таки давайте отдадим себе отчет, что произошло за первые десятилетия 90-х, в 90-е годы. Дали полную свободу, что же свело? Феодальное сознание пришло обратно, натуральное феодальное сознание. И это феодальное сознание проникало медленно, но денег еще не было. Понимаете? Наработали за 10 дней, наворовали, напроизводили, напродали. Колоссальные деньги. Элита в начале 90-х годов имела только власть. Сегодня элита имеет колоссальные деньги. Теперь элите очень сложно уйти. Она не хочет терять эти деньги. И тут Путин ни при чем. Идет историческое... Ну как ни при чем? Ну потому что идет историческое развитие. Вы поймете... Самостейных олигархов отодвинуло, а некоторых замажай загнал. Но вокруг него сформировались те, которые являются современным олигархатом. Одного единственного замажай загнал, потому что этот олигарх хотел претендовать на политическую роль в стране. Ну это трактовка тех, кто его загнал. Но я считаю, что он действительно был политически ориентирован, финансировал партии, сказал вообще Путин. Извините. Если принять свою точку зрения, то тут надо опустить руки, пойти и повеситься. Нет! Подожди! Нет! Подожди секунду! Я сейчас скажу... Я вот послушала видеоблог, да, подумала, что надо идти повесить. Подожди, не надо вешаться. Это то, что... Хотя мне было бы обидно, если ты повесился. Да нет, мне обидно было, если ты повесился, но в данном случае не надо вешаться, потому что реальность, она всегда все равно найдет выход. Понимаете? Вот смотрите, это же исторические условия, они же как-то развиваются, не стоят на месте. Возникает некое движение к тому, чтобы... Давайте посмотрим, как мы живем. Нам не устраивает это. На то и щука в воде, чтобы... Карась не дремал. Карась не дремал. И, кстати говоря, карась в этом смысле правительства. Щуки не было. Возникает щука сейчас. Практически дремавшая, дремлющая страна. Вот, проснусь. Власть ведь не занимается... Вообще, я считаю, что наша власть еще удивительно что-то делает для пенсионеров. Она вообще бы ничего не могла не делать, потому что, в принципе, их... Они основные избиратели. ну вообще, они вообще... Их можно давать, можно не давать. Они же все равно умрут. Во-первых, во-вторых, никто это от власти не требует. Нет, нет, нет. Они основные избиратели. Без этого никак. Вот сейчас, значит, их предкормили. Поэтому, мне кажется, что у меня надежда... Причем они... О, вот, про надежду. Скажи про надежду. Идеалистическая надежда, что у Путина хватит его интуиции политической, понять, что так дальше продолжаться не может. Нет, у него есть политическая интуиция. Давайте вернемся. Андрон говорил, спаситель, не спаситель, но все-таки под столом в начале нулевых годов была договоренность между народом и правителем о том, что вы не мешаете мне царствовать, а я вам не буду мешать заниматься личной жизнью, частной жизнью. И вообще в стране первый раз после Петра Третьего, который подписал указ о вольности доварианства, был подписан негласный указ о вольности некоторого количества населения, у которого есть какие-то деньги. Потому что где воля, там и деньги, где деньги, там и воля. Других как бы нету. У Гончарова в обломе хорошо сказано, когда я получаю меньше двух тысяч рублей тех в год, то, говорит, мне свобода не нужна. А вот когда больше, все правильно, там русский народ неплохо соображал. Так что получается, он дал частную жизнь. Первый раз в истории России. Вообще такого не было. Частная жизнь. Вот у меня на лестнице там живут в одной квартире какие-то монашники, другой проститутки, ничего, все живут и живут. И надо сказать, что это был очень дерзкий шаг. Хотел он этого, не хотел, но случился дерзкий шаг, потому что, получив частную жизнь, люди стали думать, где лимиты этой частной жизни. Перешли потихоньку в социальную жизнь. Открыли себе социальную жизнь. Стали, чтобы не писали в подвесе, домофоны ставить, потом дальше, про ведерки-то говоришь, и дальше, и дальше. Покатилось. И сегодня мы прикатились уже к тому, что в Москве реально люди стали думать о политике. Не только в Москве, а в крупных городах, в принципе. Москве, Петербурге, Икт-Петербурге. Ты человек умный и тонкий, европейский образованный. Ты сам знаешь, что Россия, в отличие от других стран, в отличие от Штатов, это страна, где столица, которую может ненавидеть, но она играет огромную роль. И вот эта мода столичная, вот эта мода на дезидентское движение, на нелюбовь к опричине, к силовикам, она будет распространяться. Она пойдет и пойдет и пойдет. Надежда. Надежда. Хорошо, хорошо. Согласен, надежда. Не пойдет, знаешь почему? В России полиция на глазах у мира. И она должна как-то соответствовать. Как только ты уезжаешь... Я вижу, это кадр. Это, 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 это фильм уже. Они на глазах у мира, и они должны... Но ты уезжаешь в город, в какой-нибудь... Согласен. И все. Андрон, там 4 диссидента, ему скажут... У нас с тобой очень маленькое поле для дискуссии. Конечно, когда меня в Европе все говорят, что Россия это европейское государство, только надо его пропылесосить. Я говорю, у нас, может быть, и есть пылесосы, только вы пылесосите в другой комнате. Нет, ты знаешь, очень интересная вещь. Я тебе скажу, вот я заметил, Путин, смотри, ведь у него, он очень интересный сказал, это намек тонкий, намек на очень толстые обстоятельства. Он где-то в одной из своих статей привел пример Александра Первого, который сказал, что у нас такое воровство и такие взятки кошмарные. Бенкендорфу надо начинать сажать, в конце концов. С кем останемся? С кем останемся? Государь, зачем он это сказал? Слушай, я тебе скажу, Николай Первый, Николай Палкин пишет, где-то в каком-то письме, по-моему, наследник, историк меня поправит, он принимает делегацию правительственную свою, которую должен послать в Варшаву, чтобы там навести какие-то мосты, никакой там еще даже нет восстания поискового, посылает, а потом, говорит, смотрела на них, все мерзавцы, кого посылать, говорит, Николай Первый после декабризма уже. Остановимся сейчас, потому что время новостей середины часа, напоминаю, что Андрей Кончаловский и Виктор Ерофеев, мы здесь говорим о том, какие у нас настроения сразу после выборов. Еще немножко футуризмом позанимаемся через несколько минут, оставайтесь с нами. Близится пенсионный возраст и вы имеете российское гражданство? Обратитесь в компанию МРФ. Никакой предоплаты. Все подробности на сайте mrf.ru.com Благородные рыцари, целомудренные дамы, мрачное средневековье. Ха, как бы не так. Здрасте. А что тут происходит? Амур поразил меня. Мерзавец. Мерзавец. Что делается? А? Что творится? Для автора де Камерона Джованни Бокаччо и подобных ему средневековых ахальников эти времена были не слишком благородными, совсем не целомудренными и очень далекими от мрачности. Видит Бог. Никто никогда не давал ему больше того, что ему дала. Господи, на краю могилы ты пытаешься увенчать мою голову столь прелестным украшением? Ну, полный идиот. Это... Фильм для взрослых. Несколько любовных историй. На канале RTVI. Как в 34-м году могла появиться мысль снять кино по сюжету скандального Мапасана? Но ведь таки появилась. Фильм стал режиссерским ребютом будущего классика Михаила Рома. Одной из лучших ролей Галины Сергеевой. Первой большой работы кинооператора Бориса Волчика. Первым фильмом Фаины Раневской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Промина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжают рассказ о США. Мы начинаем новый цикл ликбеза, посвященный покушениям на американских президентов. Правда ли, что политическое убийство – обычное явление? Сколько всего было покушений и сколько президентов погибли? Откуда появилась фраза «Если оружие объявить вне закона, то только объявленный вне закона будет владеть оружием?» Какое чудо спасло жизнь президенту Эндрю Джексона? Чью пулю он носил в груди уже три десятка лет до покушения? Почему Ричарда Лоуренса отправили в психушку, а не на виселицу? Американский ликбез на канале RTVI Этот день стал для Арсения вдвойне счастливым. Он снял надоевшую форму и ему подарили то, о чем он давно мечтал. Какой-то фильм ужасов. А еще его устроили на работу в убойный отдел. Всего один труп. Зато какой. Давай, фиксируй. И оказалось, что милицейскую форму носить куда тяжелее, чем тельняшку. Тя-тя-тя-тя, наши сети притащили мертвеца. Зато и результаты, если они, конечно, есть, греют душу. Мы нашли убийцу. Криминальное видео на канале RTVI Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте еще раз. Это программа «В круге света». Мы продолжали тут наш разговор. Разговор у нас сегодня... Путин победил что дальше? Разговариваю я с Андреем Кончаловским и Виктором Ерофеевым. И... Ну, с чего продолжим? С чего продолжим? Ну, давайте вот так. Что дальше? Да. Скажите мне, пожалуйста, что дальше? И вот, пожалуй, вот о чем хочу спросить. А вы, как вы полагаете, все-таки Владимир Владимирович человек уже зрелый, очень даже зрелый, по годам зрелый, политик давнишний уже зрелый. Насколько он способен меняться? Ведь у меня ощущение, что нынешняя ситуация у нас в стране требует того, чтобы власти слышали, видели эти изменения, чувствовали их, да, и как-то на них реагировали. Насколько Владимир Владимирович способен на какую-то гибкость и на способность к изменениям? Вот у меня ощущение, что нет, не способен. Наоборот, для него это ощущение слабости, если он идет на какие-то... Так это для любого русского человека компромисс, признак слабости. В этом и есть отличие России от Польши. От Европы. Компромисс, признак слабости. У нас любят бескомпромиссы. Вот тогда на что надежды? А на что-то до надежды? Здесь вот что. Дело в том, что каратель, он не созидатель. У каждого есть своя функция и свой психологический рисунок. Мы видим, что за эти 12 лет Россия оказалась не союзницей стран вокруг нее, а скорее противницей этих стран. Россия не стала привлекательной. Россия оттолкнула все те страны, включая бывшие республики Советского Союза, от себя, потому что она пошла каким-то другим путем. А когда страна хотела пойти путем европейским, она кричала оранжевое республики. И вообще себя просто пугая всем оранжевым цветом. Смотрите, значит, Ющенко ушел, пришел Янукович. Вот. И что? Вот кончилась оранжевость. И начались бандиты. И что? Это эти союзники нам. Да и они тоже не хотят ничего дать России. То есть получается, что единственная мера ценностей, Андрон, хотим мы не хотим, это все-таки те ценности, которые укладываются в какое-то европейское сознание. Да, у нас не отросло оно, у нас очень маленькое это европейское сознание. Но если мы его не будем отращивать, нам тогда жить только с бандитами. С погонным бандитами, не с погонными, но нам жить с бандитами. Поэтому я считаю, давай откроем форточку для надежды. Это не окно, это не двери, это даже не окно в Европу. Но дадим возможность тем людям, которые в Москве зрело, сознательно ведут себя. Я вот смотри, вот Володя Рюшков, я с ним в Пермь летал. Он сознательный, нормальный человек, который не хочет ни революции, ничего. Просто хочет, чтобы действительно Россия имела какие-то нормальные человеческие ценности. А кто это должен сделать? Хороший вопрос. Мы с тобой. А нет, мы с тобой не можем. Мы с тобой тоже. У нас власти нет. Это мы должны делать только путь. Так, опять, в сакральную власть опять. Это значит, он должен решиться на это. Но тут, понимаешь, тут есть психологический порог. Потому что он все время противопоставляет себя другой стране, другой ментальности, другому образу жизни. Понимаешь, это человек скорее спортсмен, чем политик. Он, так сказать, лучше в хоккее играет. Азарт, у него такой азарт. Азарт такой азарт. У него такой азарт, да. И в этом смысле, кого не спроси, я небольшой исследователь личности Путина, но кого не спроси, это не европейский человек, и эти ценности ему не нужны. Он готов вступать в конфронтацию. Это он умеет, это дзюдо, там, что угодно. У него это хорошо получается. И, кстати говоря, вот эти выпадные, начиная смочить сортиры, они сарихватские. И в этом смысле, Андрей, она сказала страшную вещь, Путин невинен. Он невинный человек, потому что все идет так, как он себе представляет. Он невинен, он виновный, но он абсолютно, он инноцент, да, по-английски. А мне кажется, ты ошибаешься, знаешь, в чем? Мне кажется, что Путин... С его точки зрения. Что Путин за время пребывания в Германии подгнил. Подгнил немножко, да. Он не такой невинный. Нет, он прекрасно... Это вы его молодость имеете в виду? Нет, он нет. В том смысле, что он прекрасно понимает, как немцы хорошо устроены. Он прекрасно понимает и уважает немцев за то, что там определенные... Андрей, ну недостаточно подгнил. Он подгнил, но недостаточно. Одну секунду, мы с тобой не знаем, где он сам собой, а где он подыгрывает. Мы с тобой не знаем, он политик настоящий. Зачем он себя огружил теми людьми, которые уж ничему не подыгрывают, кроме жесткости власти? Это другой вопрос. Ты затронул очень важный вопрос. Насчет нужной власти быть жесткой. Я с тобой тоже согласен, что нужно. Но только надо бить по тем, которые... Конечно, конечно. А не по тем ребятам, которые выступают и говорят, дайте нам свободу, дайте ему свободу. И вступать с ними в диалог. И говорить, хорошо, расскажите, зачем вам нужна эта свобода. Что вы будете с этой свобода. Пусть учатся все, и те, и другие. Понимаешь, наступил тот момент в истории России, когда, может быть, диалог... Не знаю, что... Потом, может, крышка прихлопнется. Может быть, и Путина будем вспоминать. Будем говорить, да нет, он все-таки был либеральный чувак. Нет, мы будем вспоминать, что хоть какой-то порядок был, можно сказать. Может быть, даже так. Ты понимаешь, тут есть очень... Вещь, о которой мы совсем просто и правительство не думает, и вообще мало кто задумывается. Первое, это то, что, поскольку Россия не прошла цивилизационный путь Европы, где, собственно, и возникла демократия, поскольку у нее никогда не было буржуазии, а зачатки буржуазии были большевиками раздавлены, а до 20 века вообще буржуа не было, и ни одного города свободного не было. Поскольку Россия шла другим путем, просто, у нее не изменился этический код в течение тысячи лет. Поскольку никто не думает о том, и я все время это дал Доню, но никто не понимает мне даже, что я говорю. Вот есть геном, сейчас человеческий геном. То есть люди разобрали человеческий геном на составные части, мы знаем наследственность и так далее, какие гены, белки и так далее. Я убежден, что такой принцип структурализма вполне применим к культуре. Нужно найти культурный геном русского человека, что в культурном геноме, в той системе ценностей, которая стоит со времен феодализма, нужно менять. Потому что это менялось в Европе в течение 400 лет. Никита, ну геном... Я не Никита тебе, я его старший брат. Андрон, вот именно ты, я хотел сказать, что вы с Никитой совершенно два разных генома. Вот вы живете в одной стране, и вы два разных генома, извините, что я тебя на... Я не хотел тебя обидеть. Да нет, ну что ты, это все так комплиментно. Я хочу сказать другое. Знаешь что, вот было смутное время. Помнишь, поляки пошли, там была крепость в Смоленске, они ее брали-брали, хотя сам польский король уже был в Москве. А потом вот это по перемирию, Смоленск и его окрестности перешли к Польше. И вот что любопытно, значит, они перешли тогда еще в 17-м и до конца 18-го века, полтора века смоленские дворяне читали по-польски, не хотели жениться на русских девушках и считали, что центр там, на Западе. Значит, Россия поддается влиянию Европы. А вот теперь вторая половина моей катастрофы. Значит, смотри, поддается. Значит, специальными указами российских царей был запрещен польский язык. А там, кстати говоря, Смоленск был объявлен свободным городом, они там процветали, все было хорошо. И они же нормальные, это же были нормальные русские дворяне. Ну, как вот мы бы с тобой приехали в Смоленск, мы бы работали в другой. То есть, а русские мигранты, ты их видел, они включаются в Америке, во Франции, они становятся нормальными людьми. И эта власть тут нас зажимает. Нет, ошибка. Хорошо. Это страна... А ты не снимал в Америке нормальные фильмы? Объясняю. Еще раз извини, что назвал. И я здесь снимаю нормальные фильмы. В стране с правосторонним движением опасно ездить по левой стороне. Ты не забывай, что мы приезжаем в Россию, для человека, который русский, приезжает в Америку, он едет по их правилам. Я имею в виду не только ездить, я имею в виду по себе вести себя. Доминирует в России ментальность с другой стороны движения. Ты не можешь ехать, как европейцы здесь. Потому что ты в троллейбе себя там наружишь, и в суде, и где угодно. Что ты живешь по другим законам. Я хочу сказать о другой половине катастрофы. Я говорю о серьезной проблеме. Ты говоришь, вот там Запад. Ты в том-то все и делаешь, поскольку мы не прошли вот той эволюции, той эволюции. Исторического промежутка у нас не было. Мы пришли совсем к другому. В принципе, Запад испытывает колоссальный кризис. Это понятно. И получается, что мы очень легко, я тебе могу сказать на примере кино, мы очень легко воспринимаем не только хорошее, но и самое плохое. Сегодня русское кино никто не хочет смотреть. Смотрит только Голливуд. И стали кинозрители, американцы, киноамериканцы. Мы очень легко берем не только хорошее. Кока-кола, джинсы и трансформеры мы берем, а excuse me мы не берем. Это правда. Нет, я тебе готов даже подыграть. Я могу сказать, что Путин наверняка либеральный, 70% российского населения. Если бы не Путин, то, наверное, это волна национализма, связанная и с фашизмом, и с парафашизмом. И все в провинциях бы бушевало со страшными. Цунами был бы страшный. И в этом смысле тоже. Я не говорю, нам не нужно твердое правительство, потому что, ты вспомни, сначала пустили Жириновского на это. Жириновский, что называется, отсосал, в хорошем смысле этого слова, весь гной фашистский в 90-е годы. Потом не нашлось такого Жириновского в нулевые годы, и этот фашизм повалил. Сначала Кремль играл с ним для того, чтобы справиться с оранжевыми, которых тут было совсем. Так в том-то и делал. Все время игры какие-то. Все время же игры. Испугались, потому что, когда они увидели этих боевиков, пара православных, и так далее, и так далее, то, конечно, тоже так что. В этом смысле, я считаю, что не надо просто взять и черной краской подчеркнуть всю власть, потому что, действительно, у нас чудовищная история, трагическая история, как сказал отец Шмеман, вообще один из лучших богословов православных. Трагическая. У нас почему-то боятся. У нас история должна быть отшлифована, как у собаки яйца, понимаешь? И они считают, что вот если у нас какие-то несчастья там, то это вообще, это мы не патриоты. У нас была трагическая история. Ты во многом прав. Наша позиция сейчас развится вот в чем. Я говорю, дайте России не вольницу, а свободу. Дайте, потому что 21 век не выживет без этой войны. Мы разлетимся. А я другую скажу. Подожди, еще. Ты говоришь про западные ценности. Хорошо. А разве это? Мы не импортировали никакие западные ценности. Пушкин, Малевич, Чехов, Шнитке. Это наши ценности. Это мы. Это мы скорее их экспортировали. Да ты тоже. Мы их экспортировали на Запад, а не импортировали. Что нам орут-то все, кричат, что мы импортировали американские ценности. У нас их полно, этих ценностей. У нас культура, которой гордится может вообще вся страна. Весь мир ходит вообще и радуется нашей культуре. А нам, понимаешь, пишут на уши, что это импортные ценности. Это все вранье отчаянное. С другой стороны, Япония, ну она же не... Япония это не западная страна. Она прошла свой курс и все равно упиралась в демократию. И все хотят пройти в демократизм. Да, ты знаешь, как Черчилль говорил про демократию. Ну, Витя, ну, Витя, ну универсальность... Ты считаешь, что ценности универсальны? Я считаю, что есть ценности, которые универсальны. А я тебе сказал, а Бог един. А раз есть Бог един, то значит есть универсальные ценности. Ошибка. А не един. Нет, если бы это было Бог един, но его понимают по-разному. Конечно. Именно поэтому... И мы с тобой по-разному понимаем Путина, хотя он не Бог. Бог един, но православный священник не будет даже служить с католическим. И Бог един, а на земле... Слушай, кто-то может и послушать. Так что, нет единых универсальных ценностей? Подожди, я знаю вопрос. Подожди, Андро, я тебе хочу сказать. Дайте мне одну и универсальную. Да нет, ну не убей. Что? Ну не убей. Смерть. Что смерть? Универсальная. Универсальная. Еще что? Не укради. Не универсально? Нет. Почему? Ну, потому что украсть у богатого... Сейчас мы пройдем. А, украсть богатого нигеря. Не прелюбодействовать. Вот до этого и дойдут в последний момент. Богдадский вор. Извините, сразу начинается отношение к богатству абсолютно разное. И все равно. Кстати, дайте спрошу. Вот сейчас мы совсем заруемся. Я хотела спросить. Мы едем в машине, и вдруг, по Америке, например, и вдруг полицейский тебе бьет в лицо. Я встаю и бью полицейского, потому что я защищаю тебя как личность, которого... Это универсальная ценность. То же самое я сделал в Китае, и все. То есть, значит, где-то есть ощущение. Судить тебя будет по-разному? Секундочку. Да. Но я буду защищать тебя. Дайте спрошу. Если тебя будет судить по-разному, значит, все... Скажите мне, пожалуйста, это не успею. Вы разговорились, мне даже не вклиниться. Скажите мне, пожалуйста, само появление Прохорова на нашей политической арене, это и то, что он третье место занял. Да, я понимаю, что там есть протест. Там есть протестное голосование. Да, Лондон и Первый. Да, Лондон и Первый. Там есть протестное голосование, просто у нас нет графа против всех. Некоторые голосовали за Прохора просто как за человека, ну, чтобы не за Путина. Но все-таки такая поддержка, которую Прохоров получил, она как-то свидетельствует о том, что у нас немножко есть ментальные изменения. То есть уже богатый – это не приговор. Успешный – это не так страшно. Прохоров очень богатый, успешный, молодой, симпатичный и так далее. Это все уже не вызывает отторжения? Ну, вообще, он сильно рискует, на мой взгляд. Он пошел на большой риск, вообще, идя в политику, потому что... Он смелый человек. Потому что к богатству отношения... Вот я и хочу понять. Можно я скажу, потому что я с ним немножко поработал. Я вот же хочу сказать. Во-первых, это очень достойная русская семья. Вот все вдруг открыли, что есть Ирина Дмитриевна Коузова. А я с ней была знакома, и мне... Мы с ней знакомы, просто не буду называть сколько лет, чтобы не... Потому что она по-прежнему молодая и красивая. Но я хочу сказать, насколько невостребована русская интеллигенция. Потому что Ирина Дмитриевна, которая у меня часто была на программе «Опухлиф», в которой, кстати, закрыли чисто из политических соображений, я могу вам сказать, что Ирина Дмитриевна всегда была прекрасна. Вот сейчас она появилась на политической арене, и все заохали. Ай, какая вот замечательная. Она всегда, она устраивала выставки. Она печатала те книги, которые не могли печататься, которые ты наверняка, НЛО, читал. Просто потому что они говорили об истории России, об истории мира, об истории Европы. Благодарительный фонд громадный тащит. Она тянула на себя огромное количество всяких дел. Я ему позвонил, кстати говоря. Молодец. Ему и сказал, я как к тебе лучше стал относиться, когда узнал твои... А твой брат Никита тоже сказал... Да, сказал президентом бы, ежели бы пошла... Она тоже сказала хорошие слова. Значит, есть. Вот на каких-то... Пусть это будет... Пусть будет это не политики, но те женщины, которые нам помогают в России жить. Она уже политик. Ну, секундочку, вернемся к моему вопросу. Михалковы все-таки одобрили. Вернемся к моему вопросу. Все-таки есть ощущение на примере Прохорова, что чуть-чуть меняется отношение к богатым и успешным? Да соединить Ирину с Кончаловским. И она его обработает, и Кончаловский опять поверит в Россию. Вы ответите на мой вопрос или нет? Пусть мне одну секундочку. Я верю в Россию. Кто говорит, что я в ней не верю? Я просто говорю, вылечить можно, только надо понять, насколько болен человек. Ну, болен человек. Одно дело говорить, он здоров, или говорить, у него, знаете, прыщик. А я говорю, рак. Можно вылечить? Можно. Но рак. У меня другая... Это значит, что менять состав крови, а не брить. Понятно. У меня другая метафора, но похожая. У нас в 90-е годы думали, что у нас яма, из которой вылезать 5 метров, а выяснилось 500. Просто другие инструменты надо... Абсолютно. Или еще хуже можно назвать население, которому все равно... Сколько мы увидели таких людей, которые... Я поймал левого шофера, митингуют, митингуют, надоели. Парни, 30 лет. Что тебе надоело? Что ты, Путина любишь? Да нет. Жириновского? Да нет. А кого ты любишь? Да никого я не люблю. Никого я не люблю. Это правда. Это правда. Слушайте, ну так и что делать-то? 500 метров, 50 метров, бритель, ну что делать-то? На мой взгляд, социально ориентированная часть общества должна постоянно давить на правительство. И работать. Ну, слава богу. Сказал правильные слова. А что, остальное все было неправильно? А ты раньше говорил о том, что гайки закручивать надо. Так нет, одну секунду. Да, как это сочетается, начало нашего разговора? Это то, что я говорил. Я говорил, закручивать гайки-то надо над криминальной обстановкой. Закручивать надо гайки, надо уголовное ввести право, уголовное право на родителей, которые бросают своих детей. Надо сажать. Я согласен, согласен. А это что, не закручивать гайки? Судей, которые присуждают, сажают невинных людей, потом их же оправдывают, не судить, не сажать. Людей, которые украли миллиарды, находясь на государственной работе, не расстреливать, а что с ними делать? Отпускать их в Бахрейн? Вообще, кстати говоря... Тогда закручивать гайки. Ну, какие гайки? Я с одной американкой из Калифорнии ехал по Рублевке, а потом на Новую Ригу. Она говорит, какая богатая страна. Говорит, наша Калифорния не годится. Вообще, просто не подходит. По нужному месту привезли. Он окрал вообще столько. Надо вообще разобрать. А посмотри на заборы. Средневековые заборы. Страна самых высоких заборов. Четырехметровый. Что это? Так, ну и что? Хорошо. Здесь закручивать гайки. Нет, ну правильно, Андрюх, говорит. Действительно, нужно действительно это протестировать. А у нас не бывает так, чтобы в одном месте закрутили, а в другом, понимаешь ли, диалог наладили. Так не бывает. Он уже вёл интересный первый. Вот он недавно сказал, позавчера, по-моему, Путин сказал, вести уголовное наказание за афилиацию с офшорными компаниями государственных лиц. И с кого начнём? Да, вот с кого начнём? Я тоже, но это же не правильно. Очень хотелось бы дождаться примером. Это очень серьёзно. Да я думаю, что 10 лет назад он то же самое говорит. Он вообще одно и то же говорит уже надоело. Нет, это он не говорит. Морально он не говорит. Нет, 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 нет. Он говорит многие вещи годами, и ничего от этого не меняется. Посмотрим дальше, если это будет превращаться... Веда его в том, что он морально устарел. Вот как ни его не разверни, вот я... Разве нельзя его обновить немножко снизу? Снизу его. Ну вот вы и предлагаете побрить. Я считаю, что он политик. Мне кажется, может быть, я вот тут оптимист. Мне кажется, что он настолько гибок внутри, что он поймёт, как вы... Я думаю, если он не поймёт, тогда, к сожалению, он вряд ли войдёт. Но я хочу, я вижу, что... Пантеон русской истории. Мало времени. Я просто хочу сказать с другой стороны. При всём желании, чтобы всё тут получилось именно так, как хотят протестные ребята, я всё-таки очень не хочу конфронтации, чтобы здесь было. Я не хочу, чтобы шла стенка на стенку. Я не хочу гражданской войны. Я не хочу экстремистских... Виктор, согласен, согласились, принято. С этим тоже надо работать. Тут должна быть какая-то, я не знаю, третья, сила пятая, Андрон, там я... Кудрин. Это люди, Кудрин, кстати, замечательный человек, вот я с ним тут на днях как раз в штабе Прохорова поговорил. То есть те люди, которые, ну, должны, не потому что это эти, как бы третья правда, ну, просто этого нельзя допустить. Ну, ведь, ну, вот, к сожалению, это русская ментальность. Лесков же замечательно объяснил лозунг либералов тогда, в своё время, за что его астракизм... Кто не с нами, тот подлец. Ну, нельзя так жить. Кто не с нами, тот подлец. Послушайте, ну, власть-то ровно по этому принципу живёт. Ну, ровно по этому принципу власть живёт. Нет, какая власть? А диссиденты живут не по этому принципу, а протестные... Посмотри, все переругались. Умница Лимонов, интеллигентные вещи пищи, ни с кем не хочет. Эти переругались с этими. Не могут никак договориться. Они сами между собой не могут договориться. Слушайте, ну, между прочим, вот, особенно сейчас на выборной истории власть столько сделала для того, чтобы разделить вот, не знаю, там, рабочих вагоностроительного завода и тех, которые в норковых шубах выходят на эту самую болотную. Разделение устроили чумовое. Это же позор власти, когда говорят, они в шубах. Да я бы каждой женщине, тем более, чтобы накануне 8 марта раздал бы по шубе. А это считается, что надеть шубу, это все равно как без трусов выйти. Это же когда-то позорище страшное. На чем они играют? На каком-то ономаталотовизме. Да не они играют, вы вообще баетесь. Они играют на том, что существует и без них. К сожалению, сегодня... Ну так зачем подыгрывать-то? Смотри, выходят лидеры все. Каждый из них, порядочный человек, каждый из них, почти каждый из них, идеалист, к сожалению. Удальцов. Понимаете, тот пойдет на костер, как Саванарола, понимаешь? И не слушает никто умницу Кудрина, который говорит, давайте как-то умерим наши требования. Что, говорит, я не уйду с площади, пока Путин не уйдет. Ну, сиди на площади. Ну, это же нереально. Ты же говоришь о том, что... Он ровный, он ровный, противоположный Путину, который говорит, я вообще никуда не уйду, пока вас вообще не... Этот у фонтана, а этот в Кремле. Да, этот у фонтана, а тот там. Так что, сходный идеал. Это и получается. Нет, нам... Я не говорю, что надо тут, значит, развести Тургеневых, которые такие постепеновцы. Но нужно найти действительно тех людей, которые не допустят конфронтацию. Потому что, да, режим гнилой. Но, с другой стороны, действительно страшнее всего, если будет война. Нам нужно уже заканчивать. Собственно говоря, вот мы подошли к нашему общему опасению и к тому, что разделение общества вот на эти самые группы непримиримые. Вот это самое страшное, наверное. Ну, тут вы опять преувеличиваете. Я не преувеличиваю. Нет, радость моя. Вы говорите, какое разделение? 2% и 98%. Вот они так разделились. Ну, надо же реально смотреть на меня. Ну, понимаешь, есть один... И что? Да, подожди. Но есть один Пушкин и 2000 графоманов. Так что ж мы будем сравнивать? Будем ориентироваться на графоманов. Или есть один прекрасный режиссер, как ты, и есть миллионы, которые хом-предитеры. Так, значит, напоминаю, что прекрасный режиссер — это Андрей Кончаловский, прекрасный писатель — это Виктор Ерофеев. Мы сегодня говорили с ними, пытались поговорить, немножко заглянуть в будущее. У нас на это не очень получилось. Больше констатации диагнозом занимались. Но все равно спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Через неделю встретимся. Ну, а всех женщин с наступающим праздником. До свидания. Да, давай поздравим. До свидания.